Ну, продолжим нашу тему. Сейчас, минутку. У всех есть ручки и карандаши, бумажки, листочки. Если какой-то вопрос есть себе, можете написать и передать сюда. Потом у нас после этой темы будет немножко вопрос-ответы. Вот. И... Сейчас, минуточку. Немножко поговорим вот о гневе. Как бы такое прозвучало, и я сама знаю, что нам... Один автор недавно читал, один говорит, что никогда мною так грех... Ой, гнев не овладевал, пока я не женился и не появились дети. То есть нам более-менее легко терпеть друг друга, тут пару часов, да? Ну, быть вежливыми, потом уйти. А в браке мы находимся очень близко с людьми и видим недостатки слишком близко. И причем постоянно, да? По поводу гнева, дело в том, что когда мы можем себя контролировать и держать на людях, например, когда это начальник или какой-то уважаемый человек, мы можем себя контролировать, да? А когда мы приходим домой, мы расслабляемся, там, снимаем обувь, переодеваем одежду, что-то комфортное одеваем. И если не пободрствовать, мы начинаем расслабляться полностью, и наши эмоции, и все. Вот. И здесь по поводу гнева, если поговорить по поводу гнева, в Ефесянам 4 главе апостол Павел говорит, «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Так, гневаясь, не согрешайте. То есть гнев, он является как бы частью человеческого естества. И он начинается от маленького раздражения, и диапазон гнев, а вернее раздражения, там больше раздражения, потом гнев, и дальше даже ярость. То есть диапазон этого чувства, он огромный. То есть не так, что... Оно может начинаться с маленького раздражения внутри, и если пустить это на самотек, оно может вылиться даже в ярость, не только в гнев. Ну, я уже этот вопрос задавала, до обеда еще раз задам тем, кого не было. Может ли... Те, кто слушали, можете промолчать. Может ли духовно зрелый человек быть гневным? Ну, гневаться? Иисус гневался. Иисус гневался. В чем отличается гнев Божий и гнев человеческий? Гнев человека, он же говорит правду Божий. Угу. И Иисус, там, что вы праведите, вы праведите, как бы мы это знаем, но хочет надо оправдаться, наверное. Угу. Чем отличается наш гнев от гнева Божьего? Тем, что у Бога праведный гнев. И Иисус гневался из-за тех вещей, которые огорчали или оскорбляли, или, ну, огорчали Отца. Отца Бога, да? То есть не то, что со мной не так поступили, меня обошли, или меня там обделили, или проигнорировали. Наш чаще всего гнев человеческий бывает такой, что со мной не посчитались. Или меня проигнорировали, или меня унизили, или меня там, ну, то есть то, что все, что касается меня. Но правильно нам, как христианам, иметь вот такой гнев. И мы сейчас к этому придем. Я имею в виду праведный гнев. Каким образом? То есть гневаться не по поводу вещей, которые, что меня обошли, или меня проигнорировали, или меня обидели. А гневаться о вещах, которые унижают, огорчают, или там Бога. Мы должны об этом гневаться. Ну, например, апостол Павел говорил, на память сейчас скажу, как он говорил? Ну, он печалился, печалился. Что его печалило, да? Что его печалило? На память хотел сказать, не получилось. Вот насчет гнева, смотрите, вот этот стих говорит, гневаясь не согрешайте. Это на русский так переведено. А в оригинале написано, гневайтесь, но не согрешайте. Понимаете? Гневайтесь, но не согрешайте. То есть это повелительное наклонение. И почему? Ну, что получается? И здесь, смотрите, апостол Павел отделил. Апостол Павел отделил гнев и грех. Гнев и грех. То есть получается, что в оригинале написано гневайтесь, но не согрешайте. Каким образом мы можем согрешать, мы сейчас об этом поговорим. И гнев – это эмоция. Гнев – это эмоция, это чувство. И очень важная вещь в гневе, что важно знать. Гнев – это вторичная эмоция. Есть первая причина. Гнев – это вторичная эмоция. Гнев – это результат чего-то. Она не появляется вот так на ровном месте, потому что сама по себе. То есть есть первая причина. И наша ответственность, то, что апостол Павел говорил, что вникай в себя и в учение. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. То есть наша ответственность – Бог дал нам Духа Святого, Бог дал нам Писание. И нам, как людям, свойственны разные чувства. У нас есть эмоции, они у нас живые. Мы не можем их игнорировать. У христиан чаще всего есть проявление два вида эмоций. Раздражение, гнев и так далее, потом ярость, такой диапазон. И мы ее проявляем чаще всего вот так. Либо мы это подавляем и сдерживаем, чтобы показаться духовным. В смысле… И иногда некоторые ошибочно… Конечно, нам надо иногда сдерживать гнев, чтобы не ранить других. Но это как бы второстепенная вещь. Первостепенная вещь нам разобраться с первопричиной. Потому что иногда кто-то может на эмоциях поговорить и быть искренним. А кто-то может слицемерить и промолчать, показаться духовным и быть неискренним. То есть важна мотивация. Что нами движет, что стоит за этим. Потому что Бог будет судить не сами дела, а намерения наши. Я могу показаться очень сдержанной, вежливой, а намерение мое было неугодное Богу, чтобы показаться хорошей в глазах людей. А иногда кто-то может разгневаться и что-то высказать, и мы можем воспринять, ну что это за верующий человек. Это не значит о том, что мы должны свои чувства, как говорится, разнуздовать. Но важна всегда мотивация. Что нами движет? Это одна вещь. Вторая вещь по поводу гнева. То есть Бог заложил в нас эмоции, чувства. Мы можем чувствовать. Они могут быть положительные, могут быть как бы позитивные и негативные чувства. И гнев, гнев тоже заложен Богом в человека. Конечно, если пустить гнев на самотек, это равносильно, как, например, всё, что есть заложенное, можно использовать и для хорошего, и для плохого. То есть тоже еду мы можем кушать для того, чтобы поддерживать свой организм, питаться правильно. А мы можем начать переедать, чтобы вредить своему организму. И это касательно всего. Гнев заложен Богом. То есть даже написано, что гневайтесь, но не согрешайте. Какая наша ответственность, как христиан, как управлять этим гневом? Дело в том, что мы должны понять, разобраться и понять первопричину, почему я гневаюсь, почему меня это раздражает. И есть несколько причин гнева, мы сейчас по ним пройдёмся. Но вот когда мы в машину садимся, заводим машину, и впереди на панели есть разные лампочки, загораются. И вот, например, если загорелась лампочка, там надо масло поменять. Загорается такая лампочка? Загорается, да? То мы можем её проигнорировать. Можем залепить её, чтобы не видно было, да? Залепить. Это вот когда мы просто гнев подавляем, не работаем над ним. Или можем там молотком стукнуть, чтобы лампочка не горела больше, да? Но наша ответственность, что сделать? Выйти из машины, открыть капот, посмотреть, что там, и разобраться с первопричиной. То есть причин может быть несколько, почему горят лампочки. И Бог дал нам чувство, что это как наши лампочки, чтобы видеть, что у нас внутри. И можно просто игнорировать, гнев, как занимать позицию страуса, засунуть голову под песок. И у нас всё нормально, мы не ссоримся, мы такие дружные, всё у нас замечательно, но проблема решаться от этого не будет. Либо у нас две крайности. Либо мы его сдерживаем ради мира искусственно, либо мы его терпим, 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 потом взрываемся, выливаем в таком виде, что все прячетесь по углам, называется. И у нас этого не должно быть. То есть здесь апостол Павел отделил гнев и грех. То есть мы должны управлять гневом и направлять его в правильное русло, и мы к этому придём. То есть гнев – это то, что заложено в человека. И, естественно, когда человек живёт без Бога, этот гнев, он растёт. Ну, то, что делают грешники, они могут избивать друг друга, могут всё что угодно. Но мы, как христиане, мы имеем Духа Святого, и мы можем управлять своими эмоциями. И игнорировать полностью гнев, сказать, что его нет, мы не можем, потому что это то, что всё-таки в нас заложено. И вот причины гнева какие могут быть. Как у христианина, или давайте вначале придём не по причинам гнева, как разобраться по поводу, когда у меня проявляется гнев внутри. Это значит, что значит открыть капот. Я должен проверить, что мною движет, почему я гневаюсь. Если, к примеру, например, выходит одна сестра какая-нибудь, стих рассказывать, а я не выхожу, потом она опять выходит, и опять она, и вот у неё и муж, то и дети, то открыть капот очень просто. Это говорит во мне зависть, моя плотская природа. И с этим нужно разбираться, молиться, чтобы Бог очистил. Молиться, чтобы Бог очистил. И что делать? Что делать, чтобы не воровать? Что делать, чтобы не воровать? Чтобы не делать что-то плохое, надо делать что-то хорошее. Чтобы не воровать, надо работать своими руками. Чтобы не прелюбодействовать, надо жить своей женой. Ну там и так далее. Чтобы я, когда я вижу в ком-то, и во мне негатив к этому человеку, иди, служи этому человеку. Иди, делай добро этому человеку. И то есть не то, что что-то не делать, а делать другое, чтобы не делать вот это. Молиться, Бог благословить. То есть понимать, что это моя ветхая природа. Во мне зависть есть, или гордость есть. Или я горжусь, считая себя выше, или я, у меня низкая самооценка, считаю себя ниже. То есть причиной может быть, почему Бог оставил это, чтобы мы могли, это как панель, видеть, какая лампочка горит, и мы могли разобраться в себе. Когда мы сравниваем с Писанием, мы понимаем, что почему меня это раздражает. Почему меня раздражает, что дома беспорядок, и люди пришли. Понимаете? Ну вот что мотивация, что важнее. Здоровая атмосфера в моей семье, когда с детьми у меня нормальные отношения, или что обо мне подумают, что обо мне скажут люди. Что они обо мне скажут, что они обо мне подумают. Ну, иногда бывает, когда я посещаю многодетных, там мам, они говорят, ой, вы извините, вот так, да я вот не успела. Я говорю, да успокойся, что у меня детей не было, что ли, или я не знаю, что когда один ребенок болеет, второй, третий болеет, ему же нет, и то, и то, и ты там не спал ночами. Я знаю, что это такое, и не надо оправдываться. Как бы, и если человек осуждает за это, то это уже его проблема, а не ваша, а вы должны быть свободны. Конечно, если я ленилась, просидела там за телевизором или где-то, это другой вопрос, да, с этим надо работать. Но бывает, где, как некто сказал, что в семье, где маленькие дети, чистой может быть только вазочка от конфет, да. То есть, потому что ты не успеваешь физически, выматываешься, и потом ты можешь успевать. Есть такие организованные мамы, которые все умеют, но здесь должна быть опасность, чтобы не в ущерб духовному. Не так, чтобы она целый день бегала, там носилась со шваброй, с тряпкой, все идеально чисто, но все злые и все по углам, да, чтобы такого не было. То есть, что движет, вот когда я гневаюсь, да, проверять, проверять, открыть капот. Всегда есть первопричина. И когда я гневаюсь, понять, почему меня это злит, в чем дело. И есть несколько причин, и назовем, скажем так, ну, может быть, четыре основные причины. Первая причина, нам, как христианам, я скажу, первая причина, это недостаточное проведение с Богом. То есть, нету личного уединения с Богом. Это очень важно в жизни каждого христианина, каждый день, пораньше или попозже находить время для уединения с Богом. Мы недавно стали молиться вечером, и сын начал молиться. Господи, благослови там то-то-то, завтра в школе. О, я же не распечатал ту работу. Он домолился, а потом, а я ему говорю, когда молишься, и ты что-то забыл, во время молитвы Господь напоминает тебе. Он говорит, да? Я говорю, да. Это так бывает, потому что, когда ты молишься, Господь тебе раз что-то напоминает, а я просто забыл, распечатать надо было. То есть, когда мы молимся и просим, Господь, ты пойди впереди меня в этот день, благослови меня, то, когда предстоит какое-то искушение, Господь обязательно предупредит. Не бывает такое, что ты туда попал, и тебя Бог не предупредил. Он обязательно пошлет место из Писания, когда ты будешь размышлять, когда ты будешь молиться и читать, если не проводить уединенное время с Богом, обязательно будут проблемы в течение дня. Это одна из основных и главных причин, почему бывает раздражение. Слово Божье обуздывает наш язык, вообще обуздывает нас, наш дух обуздывает. Мы понимаем, когда мы читаем, когда мы размышляем, изучаем, вникаем, во-первых, Слово Божье вдохновляет нас на молитву. Чаще всего, почему нам не хочется молиться, мы мало пребываем в Слове, а оно живо, оно нас вдохновляет на молитву. Мы когда читаем, особенно псалмы, когда читаешь, все вот эти обетования. Вот Давид взять, он же как изливался, у него такой широкий диапазон чувств, он изливал их Господу, он приходил к ним, он все говорил. Он то плясал, радовался, то плакал, рыдал, там уже умирал, и в пух и прах там раскаивался. То есть он изливал свою душу, и вот его псалмы вдохновляют на молитву. Поэтому основная причина гнева, это то, что именно проявление плотского нашего гнева, когда мы не пребываем с Богом, не пребываем в общении с Богом. Это первая причина. Еще одна причина, то есть недостаточное духовное питание, и недостаточное изучение Слово Божие. Вообще, я назову четыре большие основные причины, почему христиане грешат. Я вот сейчас слышала за столом, что кто-то говорил, что мы как бы с детства Писание знаем, и наизусть знаем. Ну, мы знаем, что фарисеи тоже хорошо знали Писание, да? И Иисус говорил вот так вот, что заблуждаетесь, не зная Писание. Он говорил фарисеям, они хорошо знали Писание. И незнание Писаний может быть причиной того, что мы грешим. Потому что дьявол может вырывать какой-то стих из контекста и говорить нам. И мы можем в это верить. И вспомните, когда он искушал Иисуса, что он использовал? Слово Божие, Писание. Он вырывал из контекста и говорил, вот ангелы тебя понесут. И это может очень часто в нашей жизни происходить. Написано «повинуйся», повинуйся. А в контексте, что муж должен возлюбить жену, как Христос возлюбил церковь, она же не раба, то есть она должна повиноваться во всем, кроме греха. А когда муж согрешает, то есть контекст, смотреть в контексте. И поэтому первая причина – это незнание Писания, непонимание Евангелия. Вторая причина – неосознание опасности греха. Вот вы знаете, вторая причина, я вот здесь хочу остановиться, неосознание опасности греха – это, например, вы знаете все, когда в Украине взорвался Чернобыль, не сразу объявили людям. Если бы сразу объявили, может быть, больших бед бы избежали, люди бы, может быть, быстро эвакуировались и так далее. Потому что те, кто знают физику, они прекрасно понимают, что, оказывается, когда идет радиация, она организм как в решето превращает тело, она пробивает его полностью, и человек быстро умирает. Вот это происходит от радиации. Вот такое же у нас должно быть отношение к греху. У нас вторая причина – неосознание опасности греха, непонимание. Когда мы кричим на детей, срываемся на детей, кричим на мужа, хлопаем двери, можем пойти лечь, мы не понимаем, что это как радиация, которая потом… Вопрос, как бы, проблема выйдет, это просто вопрос времени, она все равно потом скажется. Мы должны себя контролировать и сказать, я не буду грешить, не пойду на поводу своих чувств, потому что завтра я буду пожинать. Это грех. Я не буду гневаться. Я разрушу жизнь своих детей или мужа, или свои отношения с Богом. Я дам место дьяволу, я открою все форточки для сил тьмы. И тьма будет влиять на разум моих детей, я не смогу это контролировать. Я молодым женщинам говорю, у которых маленькие дети, которые они гневаются, выходят из себя там. Я говорю, хочешь, чтобы твой ребенок в ад пошел? Нет, не хочу. Хочешь, вырос, чтобы стал наркоманом? Нет, прекращай гневаться. Прекращай. Если ты сейчас не будешь контролировать себя, завтра ты пожнешь, потому что ты даешь место силам тьмы, а потом он будет влиять на твоих детей, и ты не сможешь противостать, потому что ты грешишь. Грех – это пожнешь ты, это вопрос времени. Это вторая причина. Третья причина – незнание стратегии дьявола. Конечно, мы не должны изучать демонологию, мы должны изучать христологию, кто мы во Христе, наш статус во Христе, насколько мы защищены во Христе. То есть имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Но мы должны понимать, если мы беспечны к своей душе, если мы не питаемся правильно духовно, если мы не общаемся, если мы не прощаем, сердце держим грех и считаем, что я правильно поступаю, я вот то-то-то. В славянских церквах есть болезнь разделения, обид разных, там еще чего-то, накопление всего вот этого негатива. Это тоже нас настигнет. И враг он видит прекрасно, он стратег, он смотрит, и смотрит, ага, она вот достаточное время не пребывала в слове, вот она не молилась, вот все, можно подойти, подходить. И он имеет походку, вчера я уже говорила, походку кошачьих, то есть подходит тихо, то есть незнание стратегии. И четвертая причина – это наша плоть. И это единственная лазейка, через которую враг подходит. Это наше я, неумершленное. Через нее враг подходит очень близко. Наша плоть. Когда плоть начинает… Я вам такой живой пример приведу. В общем, я его приводила как-то на конференциях уже не раз, ну, он такой яркий. Свекор подходит, ну, невестка с подругой разговаривает. Свекор подходит и начал на нее сходу кричать, гневаться. Я тебе говорил, ты следи за вот этим вот, когда масло сколько-то спит, будет. Оно уже перешло, и теперь вот надо там двигатель, что-то, что-то на него. Нагоричал, накричал и ушел. А подруга говорит, ну, он не имел права, у нас же у всех есть права, он не имел права, как он посмел, ты это, ну, типа, не спустишь ему с рук. Она говорит, ну, что, почему не спущу с рук я? Я прощу его. Она подошла, попросила прощения, говорит, извините, я не досмотрела, я забыла, я в следующий раз буду аккуратнее. Все, проблема решена. То есть она поступила по духу, она проигнорировала свою плоть. А если плоть живая, то как ты смеешь со мной разговаривать, да? Да ты кто такой тут вообще? И пойти еще мужа настроить, да? Муж, твой отец, преподруги, опозорил, муж бы втянулся. Там еще и пошло, и пошло, и пошло, и дьявол бы такое раздул уже останавливать, это уже надо целую там армию спасения вызывать, чтобы там всех в себя приводить чувства, да? А легче просто проигнорировать. Хорошо, лучше остаться обиженным, лучше остаться униженным. Тот же свекор, он все равно подойдет, скажет, ну извини, дорогая, там я погорячился как бы, да? То есть игнорировать свою плоть, игнорировать свое я, свою ветхую природу. Отсюда, от того, что она живая, апостол Павел, предоставьте тела ваши в жертву живую, угодную, то есть для разумного служения. Мы должны свой разум включать. Да, я сейчас отстаю свои права. Почему важно себе это напоминать? Потому что мы находимся на войне. И важно, вот Ефесиным, книга Ефесиным, три главы теории, три главы практики. И там он в конце, когда говорит о всеоружии, во всеоружии, оденьтесь, обмундирование, он там говорит о броне праведности. Что делает броня праведности? Она защищает все жизненно важные органы, сердце, легкие, печень, почки, все, да? И даже если стрела какая-то паразит, то это не смертельная рана будет. Но когда мы теряем праведность, когда мы не поступаем во Христе, мы теряем связь со Христом, мы можем быть поражены и лежать долго. Потом уже надо нести нас в духовном смысле. Мы должны понять, я нахожусь на войне. Можно выиграть битву, но проиграть войну. Можно выиграть битву, доказать мужу, что я права, я права проиграть войну. Потому что можно доказать мужу, закрыть ему рот, мы умеем говорить, да? А проиграть войну урон будет все равно. Лучше уступить, лучше промолчать ради мира, поговорить в более спокойной обстановке и разрешить эту проблему, но выиграть войну, остаться победителем, да? Потому что мы должны знать и помнить и напоминать себе постоянно. Мой муж или моя жена – это не мой враг. Мой враг – дьявол, силы тьмы. И нам надо вдвоем одержать победу. Если мы начнем идти на поводу своей плоти, мы проиграем войну однозначно. Это четвертая причина. Вот эти четыре основные причины, почему мы грешим и гневаемся. Теперь, если вернуться к тем, которые мы сказали, что причины греха, первое – это недостаточно духовное питание, второе – это недостаток общения с верующими и недостаток общения с верующими. Пусть это будет отдельным пунктом. То есть не оставляйте собрание вашего. Как мы уже в той теме говорили, что когда мы приходим в собрание, это как зеркало. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Иногда вы замечаете, может быть, когда мы общаемся, менее духовно зрелый человек, мы видим что-то в нем. Не обязательно идти ему говорить, просто молиться о нем. Человек может общаться и сам не видеть, его духовный возраст еще не на том, он делает какие-то неправильные вещи, не видит. Через общение мы очищаемся. Вот здесь вот через эти общения мы очищаемся, мы друг у друга учимся. И в послании евреям, по-моему, в 13 главе написано, что общение и благотворительность, не забывайте, что таковые жертвы угодны Богу. Почему жертва общительность? Время жертвуешь. Еще. Потому что нелегко иногда общаться. Согласитесь? Бывает такое, что когда ты на расстоянии, вроде мы все такие хорошие, потом ближе становимся и видим какие-то недостатки друг друга. Первое желание бывает подальше держаться от этого человека. Ой, да, он такой, она такая, там начинается, да? Но мы должны себе напоминать, что никто из нас не без греха. Бог нас дал недаром друг другу, так же, как и мужа жене и жену мужу. То есть Бог нас дал, и мы через эти общения шлифуем друг друга. Мы будем снисходительны к проступкам. И мы эти общения, мы не должны убегать, мы не должны говорить, что ой, нет, лучше держаться подальше от нее или от него, быть снисходительными, понимая, что я тоже грешу, я тоже в чем-то другом согрешаю, человек меня принимает, я должна принимать. То есть помогать друг другу. Мы не можем быть изолированы, находясь в церкви. Я еще раз говорю, что в Новом Завете 85 раз написано друг другу, друг от друга, друг за друга. То есть мы имеем ответственность друг перед другом. Еще одна причина, это здесь в Америке, она очень распространена, это называется астения. Астения – это такой термин неврологическое заболевание, которое происходит от умственной и физической перегрузки, от переутомления на работе, от переутомления на учебе, тоже нагрузка, когда ты учишься, 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 и у тебя уже такой вот близок к нервному срыву. И есть ее definition, определение, что-то вроде это раздражительность, раздражительность. И, в общем, человек, когда у него астения, он хочет лежать дома, отвернуться, никого не видеть. Любой шорох его раздражает. Ему хочется тишину. Когда человек переутомлен, его даже приятная, тихая музыка раздражает. Ему хочется быть в тишине. Это астения. Переутомлен человек. И поэтому он может срываться. Даже любой, когда человек вот так перегружается, его любая мелочь может выводить из себя. Здесь есть опасность, что человек начинает себя самобичевать. Или, например, когда муж себя так ведет, жена может начать, вот ты недуховный, вот ты там тот, а он переутомленный просто. Ему нужно там в баньку сходить, поспать хорошо или ей, жене, покушать, бульон попить. Ой, спасибо за бульон. Так вообще на душу он лег хорошо сейчас. И что-то вот такое сделать, то есть отдохнуть. Мы должны понимать, что мы не безграничные существа. Наше тело устает. Почему Иисус говорил, вы были много с людьми, идите отдохните. Вот это мы забываем. Мы должны отдохнуть, мы должны поспать, мы должны, особенно многодетные мамы, если ночь, знаете, если одну ночь не спит человек, знаете, сколько времени надо, чтобы восстановился организм? Сколько? Семь с два часа. Две недели надо, чтобы организм восстановился, пришел в норму, две недели, одну ночь, если не спит. А если он не спит, один ребенок болеет, второй ребенок болеет, третий ребенок болеет. И представьте, какая женщина раздражительной может стать. Надо все бросить и лечь, поспать, отдохнуть, понимаете? Просто отдохнуть. Особенно, когда много детей, вечером должен прийти муж, чуть-чуть отдохнуть перед его приходом. Просто отдохнуть и научиться. Ну, я не знаю, у всех, конечно, организм разный, да? Я могу 15 минут вздремнуть, я уже другая совсем. Ну, как бы организм у меня восстанавливает. Я думаю, многие женщины. Вот. И поэтому Бог знает каждый организм, как кто-то пораньше лучше лечь, кто-то попозже встать, свой скеджул как-то. Вот. И опять же, причиной может быть погоня за материализмом. Может все-таки пересмотреть, пока дети маленькие, все-таки больше внимания им, детям, и как бы, чтобы не упустить детей и в зарабатывании денег переутомляться, приходить на них срываться. Я вот стараюсь, работаю ради вас, а вы тут неблагодарны, как бы. А им это, в принципе, особо и не нужно, да? Поэтому детям нужно, детям нужно, что детям нужно? Детям нужна любовь мамы к папе и любовь мамы к папе, наоборот. Им это нужно. Они рождаются не только из наших тел, они рождаются из наших сердец. И чтобы наши дети были эмоционально и психически здоровыми, они должны расти в любви. И мы должны любить друг друга. А если мы все время уставшие, замученные, раздраженные, какая там любовь и какие там отношения могут быть? Это будет одно мучение. Вот это тоже еще одна из причин гнева, раздражения, которое происходит. Еще одна причина – это грех. Грех. Грех – это непрощение, обида. То есть, опять же, наша плоть. Например, чаще всего распространено эта обида. Мне многие мамы рассказывают, говорят, что муж грешил каким образом, ну там разным образом, может быть, каким-то очень плохим образом, может быть, просто кричал, раздражался, ее это раздражало, муж кричал на нее, она кричала на детей. А в итоге сейчас дети на наркотиках. Понимаете? И поэтому надо понять, что обида. Работать с этим надо. Не надо скрывать. Надо работать. Если есть какой-то грех, надо с этим работать. И с мужем говорить. Или если у себя есть проблема находить души попечителя, с кем-то говорить. Но проблему решать. Скрывать ее не надо. От того, что вы будете скрывать, она не исчезнет. То есть это грех. Мы разобрали. Потом по поводу физиологии. То, что касается женщин, это организм, может быть, это перепады гормонов. То есть мы знаем, что у нас происходит. Каждые 28 дней у нас циклическая система, гормон эстроген, он падает, и появляется тревожность, появляются переживания, страхи плюс это ПМС, это пременструальный синдром, или 80% женщин, он есть у многих, или климакс, или послеродовые, когда кровь теряет, следить, чтобы там у тебя гемоглобин был в норме, или у кого-то бывает витамина Д не хватает, витамин Д, и человек может впадать в глубокое уныние, в депрессию, грубо говоря, и искать в чем-то другом причину. А причина витамина Д не хватает. Отсюда плаксивость происходит. То есть следить за своим здоровьем, потому что наше здоровье, оно напрямую сказывается на нашем поведении. Либо щитовидка, изменения какие-то могут быть. Но это не значит, сестры, что когда, если есть, допустим, ПМС или что-то, мы что должны делать? Мы должны знать свои слабые места, знать, как их укреплять. Но когда мы в тесном общении, когда мы в Боге, когда мы, дух наш крепкий, мы можем всем этим управлять. Вот я знаю, когда я бываю в служении, в слове, когда я просто даже не замечаю никакие ни дни, ничего. То есть потому что именно поэтому, когда ты приходишь, посещаешь какую-то там парализованную старицу, чтобы ее утешить, она тебя еще утешит, потому что она в духе. Как бы, если у нас дух приведен в порядок, то он сказывается на всем. И это то, что мы можем управлять своим гневом. В гневе не согрешайте. И здесь о чем говорится? Если у тебя есть гнев, какой должен быть у нас гнев, мы должны понять. Дело в том, что у наших христиан встречается вот такая вещь, как атрофия чувств. Знаете, как есть парализованное тело, есть парализованные чувства. Когда полностью подавляют чувства. Ну, равнодушны к бедам других. А, это же неверующие, нехай там они там. Как бы, да. Или там, ой, держись в стороне от этого, там, подальше как бы. А Иисус как говорил, плачьте с плачущими, радуйтесь с радующими. То есть у нас чувства должны бурлить, мы должны плакать, мы должны радоваться, мы должны... То есть они должны у нас быть живые. Когда мы их постоянно игнорируем, например, что-то меня раздражает в доме, но ради мира я буду молчать, чтобы там не замечать этого. И со временем чувства атрофируются. Когда они у нас не работают, точно так же, как физически. Если я лежу, ничего не делаю, мышцы атрофируются. То же самое связано с чувствами. И мы не должны быть равнодушными к окружающему миру и к бедам. Почему говорится, в гневе не согрешайте, это не значит, что я должен крушить тут все в гневе или не крушить. Нас должны беспокоить беды этого мира. И вот об этом гневе Бог говорит. Например, когда мы видим, что несправедливо, например, ребенка, мать неверующая, избивает, мы не можем закрыть глаза, сказать, это не мое дело. Или когда есть какая-то несправедливость, нас эти вещи должны печалить. И даже вызывать вот такой вот праведный гнев. И думать, Господь, что я могу с этим сделать? Как я могу помочь? Почему ходят дети с церкви? Как я могу в этом помочь? Спросите Бога. Он скажет, ты можешь помочь, я могу тебя. Вот как один автор рассказывает, говорит, я подъехал в перекрестку и светофоры, и дождь шел. Один мальчик подошел, просил милостынюю, сопливый. Я, говорит, дал ему пару долларов и разгневался. Думаю, ну как Бог смотрит на такие вещи? Почему Бог позволяет таким вещам случиться? И он говорит, обеднев на пару долларов, я отъехал оттуда. И приехал домой, Бог промолчал. А потом вечером, когда молился, Бог тихонько сказал, он говорит, я не стоял в стороне, я кое-что сделал, я создал тебя. Понимаете, Бог нас создал для того, чтобы нас беспокоили беды этого мира или нас беспокоили беды других людей. И мы должны гневаться, вот наш гнев должен быть такой, то есть праведный гнев, чтобы нас должны беспокоить проблемы, и мы должны в гневе не согрешать, то есть не выливать это, да почему это молодежь, а направлять этот гнев, эту энергию в правильное русло, то есть как я могу этому помочь. Например, одна женщина, один водитель пьяный сбил ее дочь насмерть, 13 лет. Она могла просто горевать, ненавидеть этого водителя, но она похоронила дочь, и она начала движение против пьяных водителей здесь в Америке, и она добилась очень больших изменений в законе, что штрафовать, начали большие штрафы, лишение прав, сколько-то раз тебя пьяным поймают, то есть это она делала. Вот это направить гнев в правильное русло. Это в гневе не согрешать. У нее был гнев, она его правильно использовала. Либо еще вот такой пример, что, например, меня сейчас беспокоит, что текстуют по дороге, едут и текстуют, и разные видео появляются. И у меня муж спрашивал там у полицейских, он говорит, ну, ты ничего не можешь сделать, то есть нету ничего, как остановить это. Я говорю, ну, это невозможно, это неправда, что-то все равно можно сделать, большие штрафы какие-то, но что-то можно изменить, чтобы прекратить, потому что страшная авария из-за этого, люди гибнут, и мы, как христиане, мы не должны быть равнодушны. Бог хочет, чтобы мы стали инструментами, чтобы мы могли что-то в этом мире менять. И очень много, я сейчас вот упустила одну мысль, хотела тоже еще один пример привести, когда нас может это огорчать, гневаться, например, приведу в Румынии, да, там, помните, Чаушеску сняли? Все время началось это движение с христиан в Тимишуаре. Они перестали ему подчиняться, потому что он был диктатор, и пошло-пошло. То есть, есть такие примеры в истории, когда христиане направляли свою энергию в правильное русло, и мы можем что-то менять в этом мире, когда есть несправедливость, когда есть унижение. Или, допустим, я провожу в Азии конференции, я приглашаю западных партнеров, там бывает СООН-консультантов, чтобы они вникали, что там очень сильно унижены права женщин. Но вот у них нету ни прав, ни, ну как сказать, вообще ни голоса нету. Я делала в 2013 конференцию The Voice в Киргизии, когда женщины выходили, рассказывали, какая тяжелая у них жизнь. Или как мы можем помочь сиротам, да, то есть гнев должен быть правильным, нас должны огорчать не то, что меня обошли, меня там проигнорировали, или меня там еще что-то, что-то, а нас должна беспокоить печаль. Печаль этого, что вокруг несправедливо происходит, и как я могу в этом поучаствовать, как я могу это изменить. И дело в том, что когда мы все время игнорируем вот эти вещи, то, что происходит, то наши чувства атрофируются, и мы становимся такими равнодушными. Равнодушными к чьим-то бедам, мы становимся равнодушными кому-то. Вот теперь, значит, ответственность наша, когда появляется у меня гнев внутри, это есть в каждом человеке, и здесь надо просто проследить. Это может что, как кто-то говорит, когда любишь мужа, ну, дружишь с ним, все нравится, все нравится, даже недостатки нравятся, ну, все. Потом проживешь пару лет, даже все раздражает, и достоинство раздражает, и как яблоко ест раздражает, ну, как бы, все. И здесь надо разобраться. Иногда я сижу, так смотрю, я смотрю, вот ребенок что-то говорит, у меня внутри раздражение. Раздражение. Я смотрю и думаю, так, почему у меня раздражение? А, я просто физически устала. То есть разобраться, и надо отдохнуть, чтобы хуже чего-то не стало. Либо я не проводила время с Богом, я не укрепилась, надо укреплять свой дух силой могущества Его. Наш дух истощается, вот как мы вот эти чашки треснутые, все время рефил каждый день. Если этого нету, все, моя любовь на этом кончается. Я вас вчера уже любила, хватит все. Сегодня день другой, поэтому мы должны каждый день приходить к этому источнику, как Бог говорит, что меня, источник живой воды, оставили и вырыли себе колодцы неутоляющей жажды. Это равносильно, как пить холодную воду, чистую, она утоляет жажду, либо пить колу теплую в жару. И что мы делаем, как христиане? Мы не пьем холодную воду, источник воды. Мы придумали себе всякие заменители. И когда пытаемся пить чем-то, может быть, я, может быть, если я буду выглядеть лучше, или, может быть, кто-то, вот какие-то находить себе заменители, и это не утоляет жажду, и мы не удовлетворены все равно, и вместо того, чтобы пойти к источнику воды и наладить отношения, мы засыпаем эти колодцы, и мы чиним свои вот эти искусственные колонки, там водопровод чиним, подводим воду, может быть, если я еще там подучусь, или вот еще одну работу возьму, и денег будет побольше, может быть, если вот то-то-то-то, то есть это все заменители. И мы должны понять, что мы должны прийти к источнику воды и питаться там, быть там. И тогда Господь степ-пай-степ, шаг за шагом, Он будет нас вести. Тебе в этой области нужно вот это, в той области тебе нужно вот это. По поводу гнева по отношению к детям, мы должны включать свой разум. Мы должны понимать, что я, если я буду продолжать гневаться и кричать на детей, понять, что правильно выстроить приоритеты. Когда у меня Бог на первом месте и люди, которых мне доверил Бог, на высоком месте, что важно, порядок в доме или отношения. Мир в доме, наши взаимоотношения, чтобы ребенок знал и чувствовал, что я его люблю, несмотря ни на что. Это включает и дисциплину. Это не значит, что идти на поводу каждый раз. Извини, дорогой, дорогая, я тебя люблю, но сейчас я должен тебя наказать, потому что я тебя не люблю. Не делать это в гневе, не надо делать это как истерики в крики, успокоиться. И бывают моменты, когда мы очень из себя выходим. Можно просто выйти, пойти прогуляться и посчитать до ста, прогуляться, проветрить. Иногда бывает, я один раз пробовала такое, что пытаться написать мужу все, что ты негативно думаешь. Когда ты напишешь, прочтешь, ну чушь какая-то. Вот это говорить, выкинул и все. Оно так выглядит, потому что дьявол имеет такую привычку, как увеличительное стекло, показывать чей-то грех, а потом увеличить его, потом, когда ты сделаешь, уменьшить, ну и так далее. Вот такие вот манипуляции. И мы должны понять, что чем ближе наши отношения, тем мы должны были быть осторожны и высказывать что-то, потому что раны от слов, они могут нарушить очень сильно и психику ребенка. И я просто очень много изучала об этом, откуда психопаты появляются. Что такое, я вот сейчас вам нарисую здесь. Вот смотрите. Это вот нормальный человек. Да, нормальный. Это патология. А здесь вот пограничные, ну по-русски, пограничные состояния, граница. Здесь нормальный человек. У него интеллект в норме. Скажем, интеллект в норме. И эмоционально-волевая сфера тоже эмоции и воля в норме. То есть интеллект, эмоция, воля в норме. Здесь патология. Здесь интеллект нарушен. Интеллект нарушен. Ну здесь плюс, плюс, плюс. Здесь минус, минус, минус. Патология. Ну шизофреники, идиоты, идиотия, шизофрения. Есть разные нарушения. Ментал. У них здесь минус, минус. То есть интеллект страдает. Смотрите, я микрофон буду говорить. Вот это вот нормальный человек. У него интеллект в норме, эмоционально-волевая сфера эмоций, чувства и, соответственно, воля в норме. Есть патология. Это там шизофрения, идиотия, и психопаты есть. И разная степень. И интеллект страдает. И, естественно, эмоционально-волевая сфера страдает. Эмоции и воля. А есть, их называют, пограничные состояния на границе. У них интеллект может быть в норме, но может страдать эмоционально-волевая сфера по какой-то причине. То есть интеллект плюс, у него ум работает, но вот здесь у него тормозит. И здесь может оказаться даже верующий человек. И здесь может оказаться подросток, который перенес какие-то травмы, и ему не помогли выйти. И он там остается. Просто блокируется эмоциональная сфера, эмоционально-волевая сфера, оно не развивается. Почему некоторые в 30-40 лет ведут себя так вот. И здесь может оказаться любой из нас, если интеллект в норме, ты понимаешь разумом, что надо пойти в собрание, но ты себя не можешь заставить, потому что ты вымотан, ты устал физически, ты не можешь никого видеть. И себя можно довести до этого состояния, если не следить за своим здоровьем, если неправильно поставить приоритеты перерабатываться, уставать там, и не вовремя ложиться спать, не следить за питанием, сдавать кровь. То есть понимать, что тело — это дар. Попробуй себе глаз сделай. Столько Бог дал, а мы должны правильно всем управлять, что Он нам дает. И вот здесь могут оказываться даже пограничные состояния. У меня муж смеется. Каждый психолог, у него есть подопытная группа, грубо говоря, он говорит, я твой эксперимент, ты на мне экспериментируешь, все, что я изучаю. Потом я у тебя то пограничный, то заграничный какой-то. Мы так шутим. Или когда мы учились где-то там, мы начинали всех студентов вокруг тестировать. Наверное, у него есть такое отклонение. И мы все думаем, что мы все нормально, но у нас у всех есть какие-то отклонения. Потому что после грехопадения мы все пострадали. Что у нас пострадало? Разные сферы у нас пострадали. Одно, что у нас пострадало, я называю это восприятие пострадало. То есть мы можем воспринимать вещь неправильно. И еще у нас есть расстройство в поклонении. Мы созданы, чтобы поклоняться Творцу. Мы начинаем поклоняться чему-то другому. То есть у нас разные расстройства. И мы думаем, что мы все здоровые. Ну как бы, hopefully. Но на самом деле чуть-чуть у нас у всех есть отклонение. И вот детей тоже можно, детей, когда воспитываем, мы тоже можем причинить вред. Не созидать, а разрушать. Не знаю детскую психологию. Надо изучать возрастную психологию. Некоторые христиане говорят, что вот, психология это не от Бога. Как же не от Бога? Что делают психологи? Конечно, мы должны преломлять через Писание. Мы должны все преломлять. Как вот я говорила про весолома случай. Психолог говорит, только хвали его. Не надо только хвалить. Надо говорить, ты грешник, ты нуждаешься в покаянии. Но что делают психологи? Они изучают какой-то феномен, какую-то вещь изучают. Ну, например, что будет с ребенком, если до двух лет его не брать на руки? И они изучают таких детей в разных детских домах. И оказывается, когда ребенка не берешь до двух лет на руки часто, у него нет доверия к людям потом. То есть они делают исследования, потом делают выводы. Или, например, в Библии вся пронизана тем, что любовь так важна. Если ребенок не чувствует, что его любят, он развивается не так. Поэтому дети в неблагополучных семьях, где алкоголики или наркоманы, или еще что-то, они такие неуспешные, могут ходить в одну и ту же школу. Им недостает любви. Это как растение, которое удобряешь, поливаешь, солнце, свет надо. Это то, чем мы должны питать своих детей, чтобы они раскрывались, расцветали. Они должны чувствовать любовь. Это есть и тактильная. То есть мы должны и прикасаться, и для детей важно обнимать, брать на коленки, обнимать, смотреть в глаза вот этот контакт. Когда ребенок к тебе подходит и говорит, важно все отложить. Отложить телефон, сесть, послушать, посмотреть в глаза, что да, мне важно то, что ты говоришь. Мне бывало, помню, я детей вожу туда-сюда, я говорю, так, сегодня едем туда-сюда. Я пошла там на радио, мы с пастырями записывали одну передачу. Они говорят, Анара, пойдемте пообедаем. Я говорю, ну пойдемте. Они такие, предвкушение какой-то беседы, общения со мной. И пока мы заказывали что-то долго, я говорю, где, да тут рядом. Они говорят, я уже должна ехать. Я потому что обещала детей везти, они меня ждут. Извините, братья, я уехала. Потому что я детям обещала, и для меня это важнее, чем любые мои встречи. Повести их. Я им говорю, дети, там у меня была встреча, интересная беседа, но я вам обещала, я приехала повезти вас вовремя в церковь. Айшин говорит, о, мама, it is so nice of you. То есть они ценят это, и относиться к ним как к личностям. Иногда бывает, встречаясь, наши люди грубые, иногда встречаясь с многодетными, садят машину, говорят, так, рот закрой, ну-ка вы сразу заткнись. Сел, сказал. Я думаю, о, он при мне так разговаривает, как без меня с ними разговаривает, да? И думаю, конечно, они как это, они, естественно, тоже раз стук друг друга, там бьют друг друга. А я одна, говорит, бьется их детей и говорит, не знаю, говорит, старшая лупит эту, ну я говорю, а что она еще будет делать? Ну ты ее лупишь, она ту, та будет куклу бить. Говорю, ну это же нормально. Как мы к ним относимся так? Они будут друг к другу относятся, что в гневе. Почему важно изучать возрастную психологию? Просто особенно до пяти лет мы должны понять, что в мозге это как программа запускается, чтобы они рисовали, чтобы они пели, чтобы развивать в них, заложить вот это вот. А мы что делаем? Мы очень рано начинаем их заставлять работу взрослую делать, но у них в их возрасте, в разном возрасте должна вся работа, я уже перешла на другую тему немножко, ну чуть коснусь, что в виде игры. Посмотрите на американцев, они с детьми играют в разные игры. Разные игры полно, они садятся, играют вместе. Я их терпеть не могу, потому что мы в детстве такие игры не играли. Мы играли там в листики, там всякие, ну вот на улице где-то. Но мне приходится садиться с ними, играть ради них, чтобы... Ну там игры все развивающие, они учат бизнесу, они учат, как продать дома, недвижимость купить, там еще что-то. То есть в их возрасте игры должны быть... То есть развитие должно в виде игр. А встречаю верующих, которые говорят, а зачем им? Ну она будет дома убирать или что-нибудь, зачем ей там учиться? Я говорю, ну как зачем учиться? Ну Бог столько заложил, да? Вот допустим там Иосиф там был, премьер-министр в стране, ну Даниил был, да? Ну, то есть надо учиться и надо вот эти все механизмы запускать, чтобы и не просто игры, потому что от игр, от этих всех гаджетов они тупеют. В Калифорнии есть школа, куда ходят, она очень дорогая частная школа, куда ходят дети, вот силиконовой долины, очень состоятельных компьютерщиков. И у них до восьмого класса они не прикасаются к компьютеру вообще. Их там учат там мясо крутить на такой вот мясорубке, их учат печь, их учат руками работать, их учат вот так вот ручкой писать. Они к компьютеру не прикасаются. И это кто делает? И вот эти вот Стив, Стив, да, Джабс, он, и они не давали своим детям эти компьютеры и вот эти телефоны, потому что они знают, как это влияет. Это человек деградирует через это, он перестает думать, у него мозг разрушается. А наши все дают компьютеры, ой, лишь бы он меня там не доставал, на, дорогой. У нас до сих пор, сыну 16,5 лет, у него нет селфона еще. У нас нет селфона, зато он много читает, он очень развитый, эрудированный. Одна из дочерей у нас подсела к текстам. Вот, и мы сейчас, ну, это уже вот буквально, может быть, год, как у нее. И мы сейчас ищем альтернативу, ну, она сама по себе не очень общительна, но хотя бы она так общается. Как бы мы ищем им альтернативу, чтобы они были чем-то другим заняты. И в школе же вот эти скиллз, мы должны не только посылать их в школу, чтобы они учились там, как там, 5 плюс 5, 10 плюс 10. Сошел скиллз, мы должны их учить, что строить отношения, строить, потому что, если ты будешь заниматься бизнесом, 90% успеха, как ты строишь отношения с людьми. Мы должны их научить строить. Не так, что в школу пойдешь, учитель от дьявола, к тому не подходи, с тем не садись там, да, там как бы, то есть они должны как-то учиться, взаимодействовать в этом мире. Это мы немножко отклонились, вот, и, потому что на все эти темы я могу часами говорить, как бы. Да, но по поводу гнева, я хочу сказать, что мы можем этим управлять, даже если у нас будут провалы. Вот у меня гнев случается, ну, как сказать, что, ну, бывает, я гневаюсь иногда, да, но чаще всего, вот, когда касается дела Божьего, служения, там, ну, бывает, кто-то по-человечески ставит палки в колеса, бывает, что, ну, кто-то по плоти там поступает, ну, вот такой вот гнев. Но когда у меня внутри какой-то гнев и раздражение, я уже могу разобраться, какая лампочка горит и в чем причина. И надо устранить первую причину. Либо отдохнуть, либо наладить отношения с Богом, либо кого-то простить, с кем-то поговорить надо. Либо нужно разобраться со своим здоровьем. То есть вот эти вот причины бывают гнева. Либо, может быть, на самом деле Бог мне показывает какую-то проблему, я должен начать в этой области работать, вот как вот эта женщина, которая что-то поменяла. Знаете песню «Forgiveness»? «Forgiveness», «How to love», «Unlovable», «Как любить кого невозможно любить», «Как простить кого». Она красивая песня. Никто на английском слушает песни. Она очень знаменитая, «Forgiveness». Оказывается, тоже этот пьяный мальчик сбил ребенка, его посадили в тюрьму. Ну, мать начальника, ну, в общем, она христианка была, мать. Потом она ходатайствовала и добилась ему освобождения. И он покаялся, и он написал вот эту песню «Forgiveness». Очень сильная песня, вот на YouTube наберите «Forgiveness». Это реальная история. И потом они вот вместе служат, и как важно прощение. Можно ожесточиться, пройдя что-то, а важно прощать, и что-то менять в этом мире. Мы можем менять. И в нас Господь заложил большой потенциал. Там записки потихоньку, да, по-моему, двинулись, нет? Есть записки с вопросами? Вроде бы. Вот. И в нас Господь заложил большой потенциал, и мы можем что-то менять в этом мире. Господь ожидает от нас что-то. Да, вот если можно записку. И по поводу гнева. Можете задать вопрос. В целом мы как бы разобрались. Если вас интересует, вот кто пришел после обеда по поводу вот этих патологий, особенно в подростковом возрасте, вы послушайте то, что мы говорили до обеда, то, что касается эмоций. На ютюбе будет вот в этой церкви, на сайте этой церкви будет через неделю, наверное, да? Да, где-то через неделю. Послушайте то, что тема была подростки, и там физиология, их психология, эмоции подростков. И послушайте, тогда будет. Я просто не буду повторяться уже. Вот сейчас минуточку. Есть такой вопрос. А, да, я хотела, знаете, что еще сказать? Есть такой R.C. Spro, по-моему, Spro. У меня такая плохая память на название. Spro. S-P-R-O. Наверное, вот так вот, да? Есть у кого-то? Посмотри, пожалуйста, зайди в YouTube. R.C. Spro. Есть такой апологет христианский, чтобы spelling правильно сказать. Я вам советую, во-первых, для детей заказывать вот такие answers. Answers. Журнал я до обеда говорила. Это против эволюции. Здесь это о креационизме, то есть что этот мир сотворил Бог. Это где-то 40 долларов стоит. На веб-сайте можно заказать. Они диски присылают. Здесь о сотворении мира, что этот мир сотворил Бог. Да, да, мы это выписываем. Вот это Science in Sunday School. R.C. Spro. Есть? Как? Можно сюда это передать? Есть просто вопрос один. Вот смотрите, спеллинг. R.C. S. P.R. O.L. O.U.L.S. R.C. Это как первые буквы. Напишите. Да, да, давайте. Да, да, давайте. R.C. Sproul. А потом спроу. Вот так. S.P. R.O.U.L. Спроу. Вот так вот. R.C. R.C. Sproul. Вот здесь у него много тем. Вот, например, The Holiness of God. Это все Holiness of God. У него есть, знаете, какая это тема? Десять заповедей. Ten commandments, да? In English. Почему я говорю, это для детей, чтобы вы заказывали? Он очень сильный апологет. Вот, например, тема attributes of God. Атрибуты Бога. Очень важно. Атрибуты Бога. Детям. Что вы понимаете? Дети должны понимать, кто такой Бог, какой Он. Я вам советую. Это апологет. Его немножко скучно слушать. Он немножко... Ну, найдите способ, как заставить детей слушать. Мотивируйте. Какие-то призы им давайте. Но они должны слушать. А с какого возраста? Ну, некоторые темы можно... Ну, насколько он понимает, пусть слушает. Например, о «Десять заповедей». Он там приводит примеры, что... Почему они сегодня актуальны, «Десять заповедей». Вот, атрибуты Бога, да? Attributes of God. Ну, кто знает английский, вы немножко кто-то прослушаете. Я не все его темы слушала. Biblical truth. Ну, как бы, знаете что? Дело в том, что просто надо детям давать вот это вот «Десять заповедей», почему они важны. То есть он очень глубоко объясняет Писание на доступном им языке. Просто я работаю с разными категориями людей. Я поняла, что не хватает славянским детям. Они даже сами не знают, что они не понимают. Им не хватает объяснения на доступном им языке. У них восприятие страдает. Они... Это, как я заметила, одна женщина ей за «Тридцать». Она отлично говорит по-русски. И я с ней переписываюсь на текстах. И я ей что-то говорю. Она говорит, «А я вот не поняла, что вы сказали. Я перевела. А он перевел как-то...» Я говорю, «Что ты перевела? Вот эти простые предложения перевела?» Она говорит, «Да». Я говорю, «Ты что, не понимаешь это по-русски?» Она говорит, «Нет». И она это переводит на английский. Я думаю, она хорошо говорит по-русски. То есть у них мышление, да, вот и... Если она, думаю, не понимает. Откуда они понимают? Эти, которые вообще русские почти не знают. Знают, что там немножко, понимаете? Саму идею. Вот поймите, почему... Вот когда вот эти фильмы советские... Мои дети говорят. Они всего пять лет в Америке. Они говорят, «Русские шутки так странные». Они говорят, «Я не понимаю русские шутки». Русские шутки такие странные. То есть у них потому что мышление другое. Понимаете, менталитет другой. Они же растут... И у них шутки другие. И поймите, что культура совсем другая. И им воспринять трудно. Даже вот эти фильмы, которые я вчера переводила, пример Морозко перевели, и американцы не понимают этого. Например, фильм «Москва слезам не верит». Знают же все его, да? Его перевели на английский язык. И там, правда, неверучая одна пишет, что за там этот фильм там. Она говорит, «А что это? Директор фабрики жила в однокомнатной коморке». Это считается «one bedroom». Там у нее двухкомнатная была. А что у нее получше дома не было? А что машина у нее ломала? Что там сервиса не было? Им вообще понять трудно вот эту нашу жизнь. И он говорит, «А что она бегала по всей Москве и плакала за этим мужчиной? Она же такая самодостаточная женщина. Что ей там? Вот им не понятно». Он говорит, «Хорошо, что ты…» Но она это все рассказывает русской своей знакомой, которая порекомендовала. «Хорошо, что ты уехала из этой странной страны». То есть мышление, восприятие… Они живут… И наши дети, они в другой культуре живут. Восприятие другое, да? И им очень сложно объяснить вот эти все вещи. Может быть, только борщи вчерашние вкусные, да? А все свежее, оно их нуждам сегодня надо дать. И поэтому им не помогают герои веры, наших бабушек, дедушек. Для них это weird. Зачем они это делали? Зачем так страдать было? Ну, как бы… Ну, непонятно им, потому что они живут… Те страны третьего мира, это страна первого мира, совсем другая культура. И надо на их доступном языке, на их доступном понимании, мышлении доносить до них информацию. И тут только… И не только проблема в языке, это вообще в целом, понимаете? Они полностью другие становятся. Восприятие потом в школах, вот это все-все-все. И мы должны видеть эту всю картину в комплексе. Ни один уголочек какой-то. Видеть всю картину, в каком они инвайром находятся, как они мыслят. Ну, там… Они там рэп читают или что-то там. Ну, как бы… Читается… Недуховно читать рэп. А я недавно смотрела… Россия был… В Москве был молодежный… Молодежная конференция называется… Что-то… Не помню, с небом связано. И туда приезжали спикеры хорошие очень, И там молодой человек рэп читал на русском. Так интересно вообще. То есть вот наши баптистские церкви рэп читал. Ну, так. Как бы рэп читают же в основном где-то черные на улице. Ну, мы так считаем. Да, вообще от них рэп пошел. Но мы должны понять, если мы не будем менять форму, мы потеряем детей. Мы должны понять, что не форма главная, о содержании. Вот, например, в Кливленде у нас по магистрской программе когда брала, там доктор богословия, он пастор большой церкви, американец, он нам преподавал. Он говорит, я пришел пасторем в very traditional church, там где… все, он говорит, там была программа, написано так, пение первое, второе, третье, там т-т-т-т. Я говорю, когда пришел, секретарю говорю, ну-ка покажи, она показала, я нажал delete. Он говорит, ты что сделал, это же наша программа. Он говорит, у меня нету копий, я теперь нету. Он говорит, ну, слава богу, что нету копий. И полностью мы, говорит, меняли все, и поклонение, и как оно все идет, и как это… И были такие битвы, старцы там меня чуть ли нет, а этот Лес все время шляется по кафе, там у них, они сделали кофе, кофе-кафе, и все такое там. Он и этих приглашал, которые на мотоциклах ездят байкеров. Он говорит, когда им проповедовал, поставил мотоцикл тут и одел какую-то одежду и вот так вот проповедовал, говорит. Я представляю, если бы наш русский пастор так вышел бы, ну, какими камнями бы его побили бы там как бы, да. Ну, то есть, он ломал вот эти стереотипы, потому что, чтобы достичь этих людей, мы должны понимать, на каком языке они мыслят, чтобы достичь. Бог ведь хочет их достичь. Он шел в гуще, он шел к блудницам, он шел туда. И вот это во всеоружии, во всеоружии, когда вот обмундирование, готовность ноги обуть. То есть мы, если не готовы благовествовать мир, мы будем терпеть поражение. Можете вопрос? Вот вы говорите, менять, а мы это научили, что как бы... А мы вас переучиваем. Ну, да. А где не переломить какую-то, может быть, границу между страхом, как бы страхом с Богом, где-то самое ближе к ним. Какая граница? Вы поймите, что мы должны понять, на каком уровне они находятся. Они живут в этой культуре. У них есть свой язык. Они не поймут наш воцерковленный язык. Как я пришла, когда говорили, что записка, кафедра. Я в ужасе сидела. Что за слова такие? Что там за записки, заговоры какие-то? Я же не воцерковленный человек. Я с миру пришла. Я мыслю по-другому. Вы поймите, они мыслят по-другому. Они боятся, как сект нас. И мы должны понять, что главное. Наша задача – показать им любовь Христа. Что вы имеете в виду? Более конкретно сформулируйте вопрос. Вот смотрите. Для нас должно быть главное содержание. то, что внутри. Что мы хотим донести? Что Господь Иисус, наш Спаситель. Мы верим в Господа Иисуса Христа, Бога Отца, Духа Святого. Сейчас я дорасскажу. То, что Иисус пришел спасти весь мир. Он любит всех людей. Он любит все народы. И так далее. Вот это важно. А как мы Ему поклоняемся, форма? Мы все разные. Корейцы, они бубны какие-то, черные, у них свое какое-то поклонение. То есть у нас какое-то свое. Я не говорю, что отвергнуть или забыть свое. Но понять, что дети-то вырастают в другой культуре, отличные от нас. И мы должны уметь принимать их. Если мы их не примем, скажем, только по-нашему, мы их потеряем. Понимаете, мы их потеряем. Ну вот смотрите, я читала один такой пример. Когда появилось радио, помните тарелка радио? И один сын у себя радио это установил, и отец забежал к нему и на ходу кричал. Я никогда в жизни не думал, что увижу своего сына по дороге в ад за то, что он вот эту поставил. Остыли, ослаблены. Ну их тоже можно понять. Их тоже можно понять. Но это все нужно молиться и потихонечку преодолевать. Почему? Потому что бабушки, дедушки, они уже, как говорится, свои отжили, они уйдут в вечность. А нам нужно приобретать детей. Опускаться, ну не то, что опуститься на их уровень, а снизойти, понять, что они растут в другой культуре. Допустим, я с детьми рэп слушаю. Они вот слушают лакре. И здесь вопрос, а у вас много работы телевизора? У нас вообще не подключено. У нас нету этого. Кейбл нету. Мы никогда не включали. У нас есть фильмы, мы выборочно слушаем, смотрим фильмы некоторые. Некоторые песни мирские я им разрешаю слушать, потому что они все равно их будут слушать. Я слежу, чтобы там не было ничего плохого, содержание. Потому что многие здесь верующие в славянских церквах ведут двойную жизнь. Приходят в церковь, ночью идут в ночные клубы. Я не хочу, чтобы дети ходили в ночные клубы. Они слушают песни, и я знаю, что они слушают. Я с ними пою, рэп пою, лакре. Потому что содержание-то знаю. Важна не форма, а содержание. Он христианский. Он уверовал, и он пишет песни. Но у него просто стиль вот этот. Как же вот эта песня его? Не помню, нет, песни не помню. Можно будет включить, лакре, если набрать. и форма может меняться. Главное содержание. Я же говорю, у нас дети бывали по-разному. Они бывали, что что-то мне не нравилось внешне, но я всегда старалась работать над внутренним. И для меня, допустим, табу дома осуждать кого-то. Вот с этим надо бороться. Чтобы они относились к людям с доверием, чтобы они уважали человека, чтобы они любили, чтобы они готовы были послужить, то есть воспитывать в этом отношении. А вот эти все вещи, мода, когда им разрешаешь, им это и не надо. Понимаете, контролировать. Это же внешнее. Оно уйдет потом. У них произойдет переоценка ценностей. А мы, фокусируясь на внешнем, на платочках, на еще чем-то, мы теряем главную суть. Выцеживаем комара и проглатываем верблюда. И когда они видят вот это лицемерие, наша задача должна быть приобрести их любой ценой. И один автор говорит, что если подростка хотя бы один человек церкви будет любить, он останется церковью. И не говорит, что у тебя за одежда, что люди скажут. Если такую фразу он услышит, это неправильно, не должно быть. Я рад, что ты здесь. Слава Богу, что ты здесь. Нам надо все, чтобы это был его дом. И ее дом. Пусть они фан имеют, пусть играют, пусть там кувыркаются, пусть еще что-то делают. В одной американской церкви, где мы были, у нас был Кендафи, пастырь молодежный. Он бывший военный, отставной военный. Он очень любил Бога. Он весь такой эмоциональный. И когда кто-то каялся, у нас вывешивали такие, знаете, белые шарики, ну там 5-6 шариков, в течение недели, например, там-там служили, там где-то покаялись. И когда говорили, вот там столько людей покаялись, и все так, ну так, американцы хлопают, жба хлопает. А он выходил, и говорил, эй, вы что, ну-ка встали все, вы знаете, что сейчас ангелы ликуют, что столько людей покаялись. Praise God. И он говорит, когда я, когда я, когда я, когда у меня борение внутри, какая-то борьба, я выхожу на поле, говорит, и кличу. I love you, God. Я люблю тебя, Бог. И он служил детям, он был молодежный пастырь, и когда они ездили на кемпы, они там и в грязи валялись, и там он с ними ковыркались, и он с ними всегда их встретит, вот так вот они, ну там. И когда он умер, он умер внезапно, ну он на мотоцикле ездил, и скорее всего ему сердцем плохо стало, он врезался в бусик. И у меня дочь, помню, старшая ехала с Сан-Франциско, с миссионерской поездки, и ему говорят, мам, ты знаешь, что Кендафи умер по телефону? Я говорю, как умер Кендафи? А мы с ним как раз один проект должны были делать. Все так плакали, что он умер, и молодежь на Фейсбуке там писала вся, ты оставил такой след в моем сердце. Он, оказывается, приходил домой, вечером сядет, ужин говорит, ой, подожди, я забыл, там это пацан говорил, что у него игра сегодня, я обещал прийти посмотреть, и мчался туда, смотрел игру чью-то, и он весь вот в этом. Потом, когда молодежь записала видеоклип, когда он умер, оставили у него на стене, и один говорит, я, говорит, был на кемпе и сомневался, если меня Бог любит. Ну, вы знаете, что у молодежи много барейней всяких, да, там. Говорят, в Америке, без разницы среди кого, где-то 85% есть проблемы с порнозависимостью у подростков, у молодежи, тайно, тихонько, это или журналы, или где-то что-то, есть такая, ну, всякие у них бывают, барея, да, они тихонько могут этот грех делать и себя сам обичевать, что Бог, наверное, меня не любит. И один подросток говорит, он не говорил, что у него есть такая проблема, просто я предполагаю, и он говорит, я был в кемпе и сомневался, если Бог меня вообще любит. И ночью, говорит, лежу, и в 12 ночи у меня кендафи будет, говорит, эй, you know what? Говорит, что? Бог любит тебя. Он говорит, кендафи, иди спать. Говорит, ну, мне это надо было так услышать, да, и вот Бог его побудил подойти, так сказать, ты знаешь, что Бог тебя любит? Вот, и то есть он сжился, ты молодежь, он с ними дурачился, он с ними кувыркался. Когда он умер, все так плакали. Какую же на английском песню он имел? Ну, не помню. И мы ее потом пели. Потом, когда были похороны его, да, было, я детей привозила на эти похороны, а я сама встречу имела там в одной славянской с сестрами, и я не была, но мы в воскресенье пришли в церковь, и пастыри наши все вышли на сцену, и весь зал такой, раз, два, три, I love you, God. Ну, так вот три раза, I love you, God. Ну, то есть мы его вот так вот вспомнили, да, кендафи. То есть, если мы будем так любить наших детей, да, если мы будем посвящены, да, стоять за них, наши дети останутся в церкви. Неважно в какой, в славянской, в американской, в какой бы ни было, мы должны сделать, показать любовь Божью, оставить это фарисейство, и просто посвятить себя нашим детям. Мы должны стоять в проломе. Ради этого все делать, прощать друг друга. Вчера то, что вы слышали, то, что Наташа рассказывала в стихотворении, что я звонила, примирялась, просила прощения, долиной смерти прохожу. Должны просто встать в пролом за наших детей, отвергнуть свое «я», потому что мы находимся на войне, и мы должны понимать, что война, реальная война, и есть потери. Отвергнуть себя, я думаю, что пришло время пробудиться, оставить свою гордыню где-то. с Наташей, которая вот вчера я видео включала, я уже много лет на конференции включаю ее видео, и никак не могла с ней встретиться, кто она, откуда, не могла. И недавно мы с ней познакомились. Очень такая скромная сестричка, она из пятидесятников, кстати, с Орегона, с Портланди, она живет, и я ее сейчас приглашаю, мы 20 февраля, ну там вообще в феврале, неделю у нас будет, разные мероприятия мы будем проводить, и вы можете меня найти на Facebook, и я буду вам выставлять, вы сможете посмотреть то, что вот Бог дал ей такой дар, у нее очень глубокие такие стихи, просто вот в точку она бьет, настолько, и сама по себе очень такая смиренная сестра, она, Бог ее использует много. Я ей говорю, я уже столько лет твои стихи говорю, я даже не знала, я послала ей несколько этих, она говорит, вау, я даже не знала, что где-то кто-то вот, Бог вот так вот использует ее, и вот мы только увидимся с ней, через пару недель там, она прилетает, мы там с Акраменто, неделю будем с ней иметь разные встречи, вот, и по поводу завтра, если брат Анатолий, будет возможность у меня завтра немножко о служении рассказать, да, тогда мы завтра то покажем, немножко о служении, и вы можете, как бы, если есть желание поддерживать служение, потому что, ну, как бы, в основном, не в основном, а в полностью служение волонтерское, то есть просто помогаешь людям, по мере нужд, по мере веры, вот как Господь ведет, вот привел вашу церковь, слава Богу, и в некоторые места я очень подолгу не могу найти время попасть, вот так как-то Бог благословил, и раз я сюда приехала, как-то Бог так устроил, я говорю, в некоторые места я года три не могу выбрать время, просто не получается, как-то, поэтому я очень рада здесь, и когда я к вам собиралась, у меня внутри какая-то радость такая, вот как такое расположение сердца, поэтому слава Богу за вашу церковь, за ваших детей, за то, что вы остаетесь верными Богу, как можете, следуете за Ним, и надо просто укрепить хромлище, и следовать за Богом, и стоять в проломе, потому что, в Ефесе написано, что в щит веры, которым вы можете отразить все раскаленные стрелы Лукауба, все, понимаете, и сила, римское воинство, они шли стеной, помните, из щитов стена шла, то есть сила в единстве, когда мы будем все стоять вместе, и тогда, когда стена вот из щитов стоит, ни одна стрела не может пролететь, почему важно вместе собираться, молиться, то, что я сказала, Бог не будет действовать вне церкви, Бог будет действовать всегда через церковь, Христос будет через церковь действовать, поэтому мы нуждаемся, это была записка, по поводу телевизора у нас, он не работал никогда, и такой нужды не было, очень рано мы детей приучили читать, они много читают, сейчас, конечно, немножко есть, чуть-чуть появилась зависимость к компьютерам, потому что у двоих детей, они учатся в чартер-скул, у них все онлайн они делают, и я не могу прямо постоянно запрещать там, но все равно они иногда в Инстаграм заходят, но все это контролируется, я слежу, мама всегда должна знать, в какой час, что ее ребенок делает, и даже если случается, что где-то что-то случается, куда-то, то есть иметь доверительные отношения, чтобы они могли поделиться, исповедаться, и исправить, и идти дальше, то есть постоянно с ними работать. Скажите, пожалуйста, как вы говорите, сын, у вас 16 лет, и вы вот сам по нам, вы можете, как вы объясняете, вот если придет ребенок домой и говорит, мама, всех моих подруг уже 12 лет, есть селфоны, в церкви все селфоны, а ты одна не родишься. Я ей объясняю, какие вот оно вред приносит. Она не хочет этого понять, потому что все подруги иметь, как это так, и такие селфоны, и такие, и шестерка, и пятерка, и еще дальше больше. Серьезно? Как это? Как объяснить? Как моя дочка показывала. Вы закончили? Да. Как моя дочка говорит. Что тебе подарить на Рождество? iPhone 6. iPhone 6. Ну, как бы, но это... Как, вот, у нас просто, видите, в чем дело? У нас чуть-чуть другая ситуация. У нас сын любит читать. Ну, как бы, и вообще дети, мы их приучили рано к книгам. Они полюбили книги. И для него самое большое награждение повезти в книжный магазин. Мы ходим в молы, можем пойти в мол и завести их в книжный магазин, там, где большой. Они могут целый день там находиться. Может быть, поэтому другая ситуация. У них нету большой потребности. Вот дочь сейчас, да, у нас такая же проблема, что мы где-то год назад, по-моему, может, даже меньше, селфон дали им для связи. У них один телефон, а их троих. И она на него присела. Но они все, они текстаются. Это их как бы стиль общения. Я думаю, запрещать, это не совсем правильный метод. Может быть, ограничивать, давать лимит на время. Давай договоримся, у тебя будет селфон, ну, чтобы ты, дай мне это, make sure, что ты сможешь контролировать time, да. Вот такой-то период ты будешь текстаться с подругами. Сможете так это делать? Оттягивайте. И книги, и музыка, и пиано, и скрипка, и церкви, и все по-русски, и по-украински скажут все эти книги. И где написано, и школа украинская, и что? Все друзья имеют, а у меня такой маленький, мне надо пятый. Но мы разговаривали об этой теме, мы разговаривали об этой теме на одной байбл-стаде, да. Помните фильм «Огнеупорный»? Помните? Когда у него была вот эта порнозависимость, помните, что он делал? Пошел, разбил компьютер. Надо максимально оттягивать время доступа к интернету, потому что даже взрослые не все могут устоять, даже пастыри попадаются. Понимаете? Максимально оттягивать, молитесь, паститесь. Вот вам гора, которую надо преодолеть. Но старайтесь, чтобы это было, то есть они не могли заходить свободно на все сайты. Максимально оттянуть это время. Понимаете? Стараться. Но смотрите, это еще зависит, видите, с каждым. Вот я сказать, что вот у меня, ну вот в нашей одной семье с одним ребенком нет проблем, да, вот сын. У него нет салфона, и не надо, он даже не просит. А вот одна присела, она все время с девочками общается, с Миннесоты подружки, вот, и мы с ней работаем. Поэтому каждая семья индивидуальна, каждая ситуация индивидуальна, каждый ребенок индивидуальна. Вы сами знаете, что ей опасно, что нет. Вот допустим, та, которая присела на телефон наш, я за нее не переживаю, что она зайдет на какие-то сайты, там, такой переживания нет, у меня другие переживания, что это забирает много времени. Ну, то есть ей надо там больше учить, уроки, что-то, вот понимаете. Ваш ребенок, я не знаю там ситуации, если там есть опасность, что она может зайти в какие-то сайты, лучше не брать. А если она более сильная, как бы, ну, как персонал от ее такой, то можно ради общения дать этот телефон, ну, чтобы, то есть надо смотреть на личность ребенка. Я бы, допустим, одному ребенку дала, другому бы не дала. Это зависит, каждая ситуация, вы поймите, что мы не можем копировать чью-то жизнь у вас обстоятельства другие, церковь другая, ну, все другое, понимаете. Вы смотрите сами, молитесь, чтобы Бог вас повел в этом вопросе, и мы должны ясно понимать, у Бога есть ответ на этот вопрос. Там, то, что у всех, это не повод, то, что у всех, ну, что все завтра начнут делать, давай мы будем все это делать. И с ними вообще садиться надо на диалог и переговаривать, почему. Они все равно слушают. Как бы, ты пойми, вот то-то, то-то, в этом году, вот у нас на Thanksgiving, мы были в гостях, и там был такой вопрос, за что вы благодарны, ну, на этом, за этот год, за что вы Богу благодарны. И наш сын, два года мы с ним беседовали на разные темы, на все вот эти, и релятивизм, и то, и то. Он там учился в школе, где там и мозги, и так промоют, приходят, и потом мы, аж у нас дочки говорят, о, ну, там, садимся, и начинаем с ним говорить, и говорить, и говорить, и говорить, и казалось, что он с нами не согласен, казалось, ну, было трудно, непросто, и молились, и постелись, и столько всего было, а он в этом году говорит, за что ты благодарен? Он говорит, я очень благодарен Богу, что он дал мне таких мудрых родителей, и если я что-то неправильно делаю, они меня всегда выправят, поставят на правильный путь, мы чуть не провалились, как бы услышать от него такое, не ожидали, он с нами спорит, но он все равно понимает, что мы правы, все равно соглашается, и все равно сделает, как правильно, то есть все равно садиться и говорить, я не запрещаю тебе, потому что мне жалко денег, и я не запрещаю тебе, потому что мне хочется, чтобы тебе твою жизнь несчастной сделать, я считаю, что потому что, и привести аргументы, придет время, пройдет немножко время, Я считаю, что это отразится на твоей учебе. Или там еще какие-то, какие у вас там аргументы привести. И оттянуть время. Но не идти на поводу, потому что помните, что в последнее время дети будут править. То есть женщины, дети. То есть мы должны понять, что я тут решаю. И не идти на поводу в том смысле, что, например, ну вот мы тоже и с американцами советовались, они же тоже через многое проходят. Допустим, если какой-то ребенок, подросток говорит, я не хочу идти в собрание. Нет, извини, дорогой, ты живешь в нашем доме до 18 лет. И рулсы нашего дома, правило, мы все идем в воскресенье в собрание поклоняться Богу. Пока ты живешь в этом доме, ты должен считаться с рулсами нашего дома. Ты же не можешь поехать снимать себе жилье, оплачивать все. То есть мягко, но твердо говорить, что диктую я. После 18 лет ты будешь сам решать. После 18 лет там мы помолимся, там еще видно будет, да? Но сейчас вот так вот. То есть садиться переговаривать все равно. Нет, не все подряд. Вы знаете, что есть такие... У меня ребенок, вот я никак, вот таких лет не могу. Он книги не переносит ни по таким сезонам. Он может смотреть про животных, разные передачи, по однонателям, может историю изучать, он с такого маленького. Ну и что? Ну пусть слушает эти, ну как бы, как диски. Да, можно. И сейчас, мало того, вы поймите, сейчас поколение полностью поменялось. Даже есть женщины, с которыми я работаю, им там за 30 лет. Я им дарю книги, они не читают. Они не воспринимают информацию из книг, им нужно через глаза. Им нужно, да, им нужно вот именно смотреть вот отсюда. И сейчас называют молодежь, у них клиповое мышление. 30 секунд информацию они воспринимают. Сверху надпись 30 секунд, все, больше нет. Короткие вот эти, короткие видео, да? У них мозг другую информацию даже нет. И вот сейчас такое поколение приходит, и нам надо учиться до них доносить. Садиться по старому, по старинке, «Садись, почитай». Надо вот с таких начинать. Вот когда он маленький, давать ему книжку с яркими картинками, чтобы он ее, это, ну, полюбил книгу. С этого и начинала. В определенный возраст, просто как вот так отрубила. Какой возраст отрубила? В какой примерно? Ну, пока вот он еще, знаете, пока еще, наверное, год, лет до трех книжечки. С маленького вот. Потом, наверное, включать начали телевизор просто. Телевизор у нас вообще я не смотрю. А компьютер? Компьютер, я, наверное, буду к ним на завтра в карте. Интересно. Обычно то, что закладывается до пяти лет, вот если привить. Я не закладывала. Прямо на меня за картинку, а вот он показывает. Ну, может быть, его своя персоналити, что-то, может быть, он больше к технике склонен, нет? Я бы сказала, нет, нет, нет. Он больше в однослуфном сомате слушает. Но насчет того, что они слушают и читают богословскую другую литературу, надо быть очень осторожными, потому что есть либеральное богословие, которое полностью разрушит, может, веру. Просто разрушит. Почему я вот R.C.S.P.R.O.? То есть это нужно смотреть, чтобы это было консервативное богословие. То есть то, что не уведет его от Библии и вот эти все философства, чтобы не увело это его от веры, понимаете, и смотреть, что они смотрят. Да, потому что сейчас вот появились такие, знаете, но они всегда были атеисты. Сейчас появились дети христиан здесь, в Америке, которые отошли от Бога, молодежь, и они в блоге организовали, ну, в этом блоге у них есть свои, и они там переписываются. Ну, переписываются, и один даже хвастается. Вот недавно одна статья, что если Бог есть, почему Он разрешает быть злу, почему то, почему это, почему это. Ну, там в таком плане. Потом пишут, что Он свои размышления посылал другому верующему, который был в служении. Тут верующий разочаровался, ушел из церкви. То есть они прям работу такую проводят. И сейчас богословы из других стран, они отвечают им, почему вот это, почему то. То есть ведется диалог, как бы работа с ними. И мы должны быть готовы, если вот эту прививку не делать, все, что я говорила, и надо проводить такие семинары, и именно на их языке, именно на языке, чтобы они понимали, что пока они молодые, что такое релятивизм, что такое гуманизм, откуда оно пошло, как оно уводит от христианства. То есть им объяснять, и когда они слышат там, они уже по-другому будут воспринимать. Потому что там очень сильно прессингуют. Вот мы с сыном это проходили. Прямо садились и говорили, почему так, почему. Он мог спорить, он мог, потому что там их большинство, там они имеют ученую степень, их большинство. Они хотят быть принятыми в обществе. Они не хотят быть изгоями в обществе, потому что у них же нету чаще всего, чаще всего наши дети невозрожденные, чаще всего, и они не имеют силы Духа Святого, чтобы сказать, что да, я христианин. Они вроде умом верят, понимают, что это правильно, но сил у них нету противостать. И им хочется быть в числе большинстве, чтобы не быть белой вороной среди своих одноклассников, ну быть принятыми там. И это очень тонкий момент, не надломить, как бы работать, ну и молиться. Молиться, потому что, вот я вчера рассказывала, у нас дочь, когда старшая дочь, она училась в девятом классе, мы жили в Киеве, и она ходила в школу, где учились дети послов, консулов, дети там, Запорожь, Сталь, владелец, ну там очень таких вот. Нам было очень трудно, очень. И мы просто на коленях пронесли ее, и Бог сохранил, вывел, как бы год мы там жили, и год было очень трудно. То есть наши дети будут сталкиваться, но мы приходили в молитвенную группу, и мы каждый вторник молились, и просили, и Господь отвечал. Господь, Он жив, вчера, сегодня, и во веки тот же, Он силен сохранить наших детей от всего этого. Собирайтесь, больше молитесь, и Господь столько чудес покажет. Приходите вместе, кто из вас, поднимите руки, кто из вас, здесь есть молитвенная группа в церкви? В какой день? Поднимите руки, кто приходит? Это все с разных церквов, да? С местных, кто с поместной церкви? Семь человек, а в церкви около ста с чем-то, да? А что так мало собираются? Нуж нету? Будут. Будут, значит, будут. У вас, говорит, несчастные случаи бывали тут, да? Нет, не были, будут. Поэтому не ждите, пока придут бури, а сейчас уже идите. Сейчас идти, собираться просто. Сейчас я, например, по интернету, не знаю, насколько хватит мне духу, конечно, то есть мы организовываем молитвенное целое движение. Объединяемся с сестрами в молитве разные штаты, разные страны даже, потому что время трудное приходит, трудно устоять. И мы объединяемся в молитве. И вообще, я считаю, сейчас надо христианам объединиться, потому что, ну, тяжелое время приходит очень. Как вы объясняете? Наверное, мы так одно время разговаривали, но мы там прошли, может быть, одна из причин, как бы доверия нет. То вас открываетесь? Ну, доверия нет, но... Ну, да, вы понимаете, что вы как-то еще в том году говорили почему-то, потому что одно время мы часто текстовали, напоминали людям, но как-то больше количества не прибавлялось. Ну, доверия нету, над этим надо работать. Это во всех церквах, и в американской тоже, когда, говорит, конфиденциальность, это, ну, как бы главное, чтобы не распространять. Борьба с этим какая, что посеешь, что пожнешь. Я буду распространять, кто-то будет распространять обо мне потом. То есть, почему так много зла? Посеял одно семя, вырастет 30-60, скажешь ты один раз о ком-то, а тебе 30 раз, 60 раз скажут. То есть, пересекать себя, это опять, конечно, это же духовный рост, но меня Бог приучил очень рано, давно еще, когда вот я в Библейском институте работала, это сколько лет назад, то я переводила на казахский язык, но я, мой первый язык русский. Казахский – это второй язык, я его не знала, тем более литературный, еще и богословский. Даже слов таких не было. Только же уверовали люди, да? Было трудно переводить. Что я делала? За меня всегда молилась молодежь в Америке, здесь в одной церкви, чтобы я переводила. Что происходило? Если я согрешала, я не могла переводить. Вот Дух Святой переставала работать. И каким образом? Если я начинала кого-то, осудила кого-то, ну, там еще одна переводчица была, мне с ней было трудно, она молодая иногда. И я бывала в сердце ее осуждала, или что-то скажу, и как будто раз я что-то теряла. Я не могла переводить. И по сей день я стараюсь никого не судить. Бывает по служению, где-то что-то приходится что-то сказать, и я себя проверяю. Зачем я это сказала? Чтобы кого-то унизить, или об этой проблеме надо было поговорить? То есть проверять, что что-то бой двигает. То есть каждый человек должен самодисциплинировать себя. Я не буду это делать, потому что я сею недоброе, и завтра оно взойдет. И потом я отвечу перед Богом. Все наши слова, дела идут следом. За каждое праздное слово мы дадим отчет. Вы не боитесь попасть в ад? Я боюсь. Я служу Богу, но я боюсь попасть в ад. Потому что большая ответственность. Я не верю ни в какое вечное спасение, потому что я знаю, что очень легко можно отойти от Бога. Он не предлагает большой какой-то «на, выпей там стакан водки» или чего-то. Оно с маленького греха начинается, и можно соскользнуть, уйти очень далеко. Просто это должна быть самодисциплина. Я не буду это делать, потому что это грех. Я не хочу навлекать проблемы на себя, на свою семью. Да, может быть, у нас было так принято в церкви, там все так делают, но я не буду делать это, и все. Если кто-то где-то осуждает, встать, выйти. Или сказать, если нету человека рядом с нами, единственное, что мы можем говорить о нем, молиться о нем, чтобы Бог его благословил или ее. И тогда люди будут приходить в молитвенную группу, будут приходить. И приходить не надо, стесняться и бояться, что скажут люди. Да пусть говорят. Мне надо, мне помощь нужна, мне пожар. Мне надо, чтобы молились. Пусть говорят. Говорят себе на голову, наговорят. Но кто-то будет молиться все равно, и Бог поможет. Понимаете? А вот такая фраза есть. Проблемы говорить Богу, а людям как-то, что проблема говорит Богу, а людям как будто бы благословение или что-то такое. Как будто бы, что они сильно распространяются своими проблемами. Другим. Я понимаю, что вы говорите, но, например, если у тебя какая-то проблема с мужем, вот рассказать молитвенной группе... Этого не нужно делать, чтобы идти рассказывать всем, почему есть души попечителей. Находите души попечителей, просите, с кем я могу поделиться с одним человеком. Иногда это может быть очень обычный какой-то человек, Бог покажет, с кем вы можете поделиться. Достаточно с кем-то одним делиться, если это личное. Почему не нужно со всеми делиться? Вы поймите, вот у нас есть всегда тенденция уйти в какую-то крайность. Мы либо скрываем, либо думаем, теперь я пойду всем буду рассказывать. Если мы пойдем всем рассказывать, то вы поймите, что мы все грешные, и у нас будет восприятие немножко другое. этого человека, потому что грех, он есть грех, и есть последствия его. Не нужно давать столько чести греху. Можно поговорить с одним человеком, давай вместе помолимся, есть такая проблема. Этот человек должен перед Богом обещать, что он не будет распространяться, и мы будем молиться. Бог покажет такого человека. Это хорошо, когда есть в церкви служение на Титу, Титу вторая глава. Допустим, я сестеру вот так учу лидеров. Когда вы беседы проводите с сестрами, вы должны подписать обоюдную бумагу. Я лидер, обещаю конфиденциальность, а ты обещаешь исполнять то, что я говорю. Молиться, читать книги, которые... Потому что иногда человеку тратишь, тратишь время, он не делает то, что ты советуешь. И ты свое время тратишь. Это раз. То есть рассказывать не всем. Но вы можете в молитве, когда мы в молитве вместе встречаемся, ну, о каких-то in general, такие темы, можно сказать, что, ну, мой муж остывает к Богу, я вижу, что... Хотелось бы, чтобы мой муж был более ревностный, ну, там, допустим, более посвящал свое время как-то. Ну, почему нельзя так сказать? Ну, не обязательно детали вникать. Или там, давайте просто молиться, чтобы дети пришли к Богу. Вот просто встать в пролом за детей. Значит, вот эти групповые молитвы должны быть не конкретно, да? Потому что мне как-то кажется, что для того, чтобы росла молитвовная группа, нужно, чтобы было открыто, например, ты должен рассказать как-то более деталь, деталь, например, я молилась за такую проблему, вот так, вот так было, и я вот так, вот так поступила, и вот такая вот была ответа. Но вы поймите, вы поймите, в чем дело. Тут есть некоторые тонкости. Во-первых, если касается вашего мужа, хочет ли он, чтобы вы сказали, есть такая тонкость. Другая тонкость, ваши дети, если взрослые, они тоже имеют свои права на то, что разглашать или нет, их личную жизнь, можете ли вы им потом перед Богом сказать, что я перед Богом тебе говорю, я никогда тебе не говорил плохо никому. То есть, в общем, можно сказать. И не обязательно детали, они и не нужны детали. Я на это и говорю. Ну, например, если мы слышали вчера вот этот стих, да, там говорилось, что я перестала умалчивать, я вопияла, я кричала. Но мы понимаем, что мы этого не делаем. Но она вопияла к Богу. Она вопияла, когда уже была очень большая проблема. А перед этим она, наверное, думала, мой сын... И многие, многие так делают. Вы понимаете, в чем дело? Вот в этом и опасность, что когда появляется человек, ну, например, подросток перестает слушаться, противиться там. Например, вот моя дочь, когда в Киеве были, да, она приходила в церковь, она не ходила в церковь. И я с сестрам приходила и говорила, моя дочь остывает к Богу. Я вижу, что она остывает к Богу. Давайте молиться, давайте то, давайте это. А потом они ее встречали в лагере, там говорят, ну, что это она на свою дочь наговаривает? Такая хорошая она девочка. Ну, вроде бы, да, вот. Но я видела, что она отходит от Бога. Она отходит от Бога. Если бы я... Ой, что подумает о моей дочери? Не буду просить. Может быть, она и ушла от Бога. Может, что-то случилось, там у нее и наркоманы вокруг были, и все что угодно. Вы перед этим сказали, или моя дочь бы хотела, понимаете? Если вот так думать, если мой муж бы хотел, я знаю, что он бы не хотел, например. Или моя дочка бы не хотела, чтобы я так говорила? Ну, у нас есть примеры из Писания. Например, я вам приведу пример из Писания. Посмотрите, что сделала Вигея, когда ее муж безумствовал. Она ведь не пошла, не спросила, дорогой, можно я понесу покушать Давиду? Она поняла, ее семья и все здесь в опасности. Она принимала быстрое решение за его спиной. Она организовала все, пошла, сделала. Потому что, почему она имела близкие отношения с Богом? Каждая ситуация индивидуальна, и нету такого четкого ответа. Вы должны молиться и знать, когда открыть свой рот, когда нет. И Бог скажет вам. Мы имеем Духа Святого. Каждая ситуация индивидуальна. Но я знаю одно однозначно, что Бог без церкви не будет отвечать на молитву. Понимаете? Потому что, когда я разговариваю с разными сестрами, и я им всегда спрашиваю, а вы в церкви просили молиться? Она говорит, ой, нет, не просила. Разговоры будут. А я уже знаю об этой ситуации от других сестер с той же церкви. Они уже знают. Понимаете, как сатана обман. Что люди скажут? А люди уже знают. Понимаете? Боятся, что... Боятся... Тут палка о двух концах. И, конечно, мне нужна молитва. Вот, например, твой ребенок умирает. Там у него болезнь такая-то. Ты будешь думать, что как ему помочь быстрее? Или кто что скажет, что ты там не доследила, он заболел? Например, ты едешь в роддом, ты дал записку и говоришь, пожалуйста, помолитесь, я в таком состоянии, пожалуйста, чтобы все прошло хорошо. Потом ты слышишь, что говорят, что это семейная проблема. Это не должно возникнуть на сцену. Это как будто бы... Должно быть стыд, как бы им говорить. Ну, как-то в следующий раз. Ну, пусть говорят... Это же проблема того, кто говорил, а не ваше. Всегда. Потом уже думаешь, ну, потом уже думаешь, может быть, не кинет, может быть, не кинет, не кинет, а может быть, это не кинет. Ну, понимаете, в таком плане, что... Нет, я думаю, что, ну, роды это важно, ну, почему нет, чтобы благополучно родился, потому что может быть травма головы ребенка, может все, что угодно быть. Это важно, чтобы церковь молилась, Бог дал нам это право. А почему нет? И мы можем обо всем молиться, и мы обязаны молиться обо всем. Я сама очень много молюсь обо всем, о каждой детали, и прошу мудрости во всем, и то есть во всем мы зависим от Бога. Вот за эту нашу встречу столько сестер молятся сейчас и по всей Америке, и везде, и русские, и американки, и все. То есть мы просим, потому что это духовная брань. И мы знаем, что какой бы ты там не был знающий, что если Бог делает свою работу, то это действительно духовная война. Кто там что скажет, всегда найдутся, кто что скажет. Допустим, мне там говорят, Анара, ты там проводила конференцию, там сказали то-то, то-то, что-то сказали. Я даже не спрашиваю, что сказали. Какая разница? Ну, я же не Алла Пугачева, всем нравится, что бы. Ну, сказали и сказали, ну и что теперь? Всем людям не угодишь. Вот, например, проводила шава, но хотелось, чтобы было больше, более назидательно, чтобы не просто пошли по кухню и заставить. Что так не готовила? Что ты принципиешь к этим людям? Они хотят отдохнуть, но пришли, а хотят отдохнуть. Ну, уже не знаешь, ну, с другой стороны, может, действительно, хотят отдохнуть, чтобы не было вот этой проблемы, как она, ну, что переутомляется. Может, действительно, но с другой стороны, ну, и уже не знаешь, как поступать. Ну, наверное, больше можно. Это, во-первых, молиться, во-вторых, молиться, да, вот, что, я что знаю, да, ну, такие бывают сложные ситуации, по-человечески, ну, такие сложные, просто вот, недавно, вот, я вот даже записку, помню, писала, что молитесь, там, такие атаки бывают, там, у нас сестринское служение, там, казалось бы, ну, иногда сатана все так поперепутает, поперекрутит, ну, кажется, ну, вообще все, закрой все, ничем помочь невозможно, вот так иногда кажется, но потом мы молимся, берем пост, созваниваемся с разными сестрами, есть сестры, ну, такие духовно зрелые сестры, мы берем понедельник, у нас день молитвы, я звоню в Орингон, Вашингтон, туда, в Пенсильвайне, мы с сестрами, вот такая проблема, там, послужение, давайте молиться, давайте, Господь так ее разрешает, что мы же так, вау, ну, потому что, он, есть кто, тот, кто может дать вам намного больше, чем мы просим, и даже намного больше, чем мы помышляем, мы даже такой ответ придумать не можем, а у него тысячи путей, у нас чуть-чуть тупик, у нас чуть-чуть тупик, о, все, стена, все, остановилось служение, да, все, а у него тысячи вариантов, начните усиленно о чем-то молиться, и он вам столько всего покажет, вот для этого и тупик, чтобы показать его силу, понимаете, это нам кажется, ой, нет, в этих славянских церквах, или там ничего не изменится, начните молиться, Господь начнет совершать такие великие дела, я говорю, просто не могу озвучить, там, недавно только мы через такое проходили, и казалось, ну, все, она, там, как бы, все, как бы полный тупик, там, и все, ну, Господь так ответил, что мы так, только вау, сказали, что как бы, ну, невозможно, потому что мы не искали своего, а искали воли Божьей, для славы Его, да, то, что по воле Божьей Бог даст, это однозначно, это железное обетование Библии, если есть обетование в Библии, Бог хочет спасти наших детей, это Его воля, все, собирайтесь, молитесь, Бог это даст, это Его воля, то, что по Его воле двое соберутся, будут просить, Бог даст, Бог хочет спасти всех людей, Бог хочет спасти наших детей, хочет, все, собирайтесь, молитесь, и Он спасет, или там, Бог хочет, чтобы мы жили праведно, жизнью освящения, жизнью победы, Бог хочет, чтобы у нас было больше времени для духовного, да, Бог хочет, собирайтесь вместе молиться, Бог это даст, сто процентов, Бог не даст, может, крутой Мерседес, потому что я в марках-то особо не разбиралась, мне все равно, на чем ехать, да, но то, что по Его воле Он даст, однозначно, и это твердое обетование, фокус не на нас, не на наших обстоятельствах, не на нашей жизни, а на нем, потому что мы в руках всемогущего Бога, Он царь царей, Господь господствующий, Он держит духом уст всю Вселенную, Он все может, как один сказал кто-то, о маленьких проблемах надо Богу молиться? ответили, а вообще-то для Бога все ваши проблемы, маленькие проблемы. Как, например, вот этого, вы говорите, и у нас вопрос, вот, например, если, ну, много служений, много служений, и потом иногда же останавливаешься, и думаешь, ну да, и спеха, и молитвованные, и тут разбор, и тут каждый вечер занят, и думаешь, или детям, ну, как будто бы, как вот это, церковное с детьми, или правильно оставить, оставить церковное, потому что мне нужно с детьми, или правильно оставить с детьми, потому что молитвованные, или там с певкой, или как вы начали? Вот смотрите, как это должно быть. Во всем должен быть баланс, мы не должны уходить в крайность, и детей мы не должны упускать. И еще может быть, что не столько количество важно, проведенное с детьми, а качество. Можно провести час в день с ребенком качественно, можно быть с ним рядом целый день, и как бы пользы никакой не дать. Понимаете? То есть качество, чтобы дать ребенку, устроить так, чтобы ты знал, чем он занимается. Например, если я уехала, у меня есть друзья, которые их, если муж не дома, всегда есть друзья, которые привезут их в церковь, то есть в Bible study, у них ничего не страдает. И молитвенно я бы не пропускала ни в коем случае, без молитвенного служения, потому что лучше прийти помолиться, Бог упорядочит все. Находить время так, например, в одной церкви мы в 6 утра приходили на молитву. В 6 утра твое время никому не нужно. Твои дети, может, или спят, или что-то, или в 5 утра приходили на молитву в церковь. И такие крылья вырастали, тебе хватало на 2 недели их, ну, допустим. То есть, и, допустим, или, например, воскресенье. Мы идем там в 9 на собрание, в 11 как изучение Библии, а в 8 я шла на молитву, там мы с сестрами там становились, и, например, пастырь проповедует, там собрание идет, а мы несколько стюр молимся за церковь, за слушающих, за новых, за пастырей, за говорящих. То есть, вот такое служение, да, это просто такое для тебя благословение, и для тебя, и для церкви, как бы. Вот всегда можно находить время на духовные вещи, позже ложиться. У меня бывают потребности что-то читать, что-то, ну, помимо и Библии, и что-то серьезное, какие-то комментарии читать авторов. И иногда я все время с людьми, с людьми, с людьми, и я ночью шла в комнату, на диван, мне надо было там пообщаться, с Богом поговорить, помолиться. Или я просыпаюсь рано утром, и мне Господь посылает мысли, я записываю их, как бы, вот общение такое, когда никого нету, да, то есть, и, конечно, служения какие-то периодически надо оставлять мамам, да, какие-то надо оставлять, допустим, это надо с Богом решать, перед молитвой, и Бог скажет, это сейчас оставь, потому что важно вот это, вот это, допустим. Вот сейчас мне предлагают служение, как бы, на международном уровне, и мы молились, и муж мой говорит, я думаю, ты можешь это взять, потому что дети подрастают, как бы, да, и уже они не так во мне нуждаются, как раньше, а больше, то есть времена есть, мы как мамы, мы должны понимать, и Бог каждого индивидуально ведет, молитвенно приходить, если Бог не ошибется, Он обязательно укажет и скажет, кто, в какой период, а люди будут всегда осуждать за одну и ту же вещь, сегодня будут осуждать, завтра хвалить, послезавтра опять осуждать, опять хвалить, сегодня распни, завтра осана. Поэтому люди, это и есть люди, людям даже не пытайтесь угодить, не старайтесь. Но здесь должен быть навык слушания Бога, понимания Бога, это навык, он вырабатывается, вот это то, чему, допустим, нас не учили, вот Раймер много рассказывал об этом, в Ютубе есть, как он учил людей слушать Бога, просто понимать, ну как вот, мы же дети Божьи, мы через Слово Божие, и мы имеем Духа Святого, и мы понимаем Бога, когда Бог говорит, иди туда, туда не иди, он же говорил, вот пойду туда, дашь победу, дам, иди, или, говорит, не иди, не дам, поэтому мы должны иметь водительство, Духом Святым, это должен быть навык, молиться, и Господь будет давать, молиться, мы всегда просим, открой нужные двери, закрой ненужные двери, сам руководи, путеводи, сам укажи, что надо, не надо, и Он это делает, иногда закрывает дверь, и по-человечески кажется, ну почему ты это закрыл, почему, ну ведь это правильно, ты думаешь, споришь с Богом, а Он раз это закрыл, потом раз другой открывает, который ты вообще не ожидал, то есть, поэтому водительство, и быть открытым, принимать волю Божию, и Бог будет учить, это Он любит делать, и очень хорошо делает, главное понимать, и не ставить Его в какую-то коробочку Бога, вот я только так понимаю, и всё, как бы Господь будет учить нас. Можно сказать, когда сестра не стоит большой служил, ну много служил, да, нужен кто-то реально, чтобы он помогал детьми, с домом, когда они там где-то, где-то что-то, а когда она эту, почему ты вновь не хочешь? Угу. Угу, конечно. Можете даже сюда подойти, маленький ребенок, а ей с каждым днем все хуже и хуже. И уже такой был тупик, что она думала, что все, она уходит из жизни. Но позвала пастора, попрощалась, попросила у всех прощения, все, вызвали скорую, увезли, а у ней воспалилась поджелудочная железа. Она почти отказала работать, это камни в печени, поджелудочная железа, все, и она была в очень тяжелом состоянии, ей сделали операцию. Поджелудочная железа – это очень такой серьезный орган. И когда врач сделал операцию, когда родственники пришли, он им сказал, один шанс из ста, что она будет живая. И церковь молилась, молилась, почасовая молитва была, пост и почасовая молитва. Это вот один молится, один час один молится, другой час другой молится. И вот эта вот молитва шла. Но так же были и те, кто, вот зачем она родила девятого ребенка, вот зачем это, всякие были толки. И вот знаете, Бог сделал свое. Она пошла на выздоровление, она лежала шесть месяцев в больнице. Ребенка взяли другая, там верующая семья, у которых тоже был маленький ребенок, и можно было кормить его. И вот шесть месяцев была борьба, можно сказать. Вроде бы ей немножко полегче, потом раз, опять приступ, и опять вот такое вот. Но все-таки молитва сделала свое. Она выздоровела, слава Богу. И сейчас уже это в семье, уже так, можно сказать, здоровая. И вот что значит молитва, то, что мы доверяем Богу, и что мы вот несем, вот как сказать, на руках молитвы, это очень много значит. Я пришла в эту семью, ну, попроведывать, там маму, там как-то так подкрепить, ну, поддержать. Я думала, мама в таком состоянии, что все, опустила руки и сидит. Мама настолько была живая, я удивилась. Я по себе знаю, что я быстро раскисаю. Она настолько была, ну, как сказать, как будто ничего не произошло. Мы помолились, все. И она говорит, пойдем с нами на этот, на детский кружок. Они делали подделки, все. И когда уже закончили мы это все, она мне шепчет и говорит, пойдем в больницу. У меня не хватает туда этих сил. Мы пришли в больницу. Она открывает двери. Ну, врач говорит, нет, нет, в реанимацию нельзя, я вас не пущу. А я стою вслух, молюсь. Он стоит, стоит. Да разве можно перед Богом, говорит, устоять, неверующий врач? Поэтому я еще раз говорю, Бог может сделать все. И когда они пошли благодарить врача с мужем, и этот врач сказал мужу, это только ваш Бог. Я, говорит, тут ничего не мог сделать. Это только ваш Бог. Поэтому доверяйте Богу и не бойтесь, кто-то что-то скажет. Пять человек говорят, десять молятся. Это точно. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...